Здравствуйте! Это новости телеканала ОСА, субботний выпуск. Меня зовут Наталья Сусанина. Вот о чем сегодня будет эта программа. Вымирать не собирается. Мы добрались до самой далекой деревни Ачинского района. Я приехала к черту на куличке или к Христу за пазуху? Да нет, к Христу за пазуху. Взгляд из глубинки на международные отношения, любовь Родины и счастье. Как телеканал ОСА ходил на прием к депутатам? Я понимаю, что я на производстве работал, я бросил станок и занимался своими либо общественными делами. И чего ждать от них избирателям? А еще покажем самые вкусные моменты нашей универсиады. С середины прошлого века в Ачинском районе умерло почти полсотни деревень. Одну из них обнулили в прошлом году. Усть-Тулат был в Лапшихинском сельсовете и теперь его нет. Обезлюдил он еще в 2005-м. И сейчас на гугл-картах это просто лес, зеленое пятно. Еще недавно и зеленцы записывали вымирающие. На неделе мы добрались до этой самой отдаленной деревни Ачинского района. Здесь живет единственный житель. Это не древний пенсионер, который коротает свой век, а многодетный отец и его семейство. И причем они считают себя не последними жителями вымирающей деревни, а первыми в оживающих зеленцах. Я ехала сюда за новой серией проекта «Народ говорит», где герои-простые Ачинцы без мундиров и чинов запросто рассказывают о жизни на фоне растущих цен и пенсионной реформы. Запросто, по-честному. Но у меня получилось больше. Я думаю, на тракторе. Само-то сюда ехать. Ну, снег белый. Если по объездной, то до Зеленцов больше 70 километров. Но и по Зимнику или через понтон – эта деревня самая далекая в Ачинском районе. Никаких указателей населенного пункта нет. Дорогу показывают козы. Встречают нас все жители Зеленцов. Денис Корноухов ведет в дом, где сам родился. Потом женился. На дверях до сих пор осталась надпись «Мелом со свадьбы». А потом в него вернулся уже со своей семьей. Говорит, по рассказам бабушки, срубу уже 170 лет. Я приехала к черту на куличке или к Христу за пазуху? Да нет, к Христу за пазуху. Черт, они на куличке, чукчи живут. Они на краю света. Дальше океан и все. Так дальше у вас в Ачинском районе тоже никого нет? Да почему? 20 километров в Агина уже, Боготольский район. Трое сыновей старший после армии живет в городе, но, говорят, просится обратно в деревню. Младший Кирюша родился уже в Зеленцах. Это просто моя родина, которую попытались угробить, а я на нее вернулся и не дал, и все. Деревню вообще закрывали, собирались провода снимать уже, и все. Ну, а тут еще со злости кричал, я вам блин дам, Зеленцы. Ну, конечно, не блин, что Зеленцы померли, но ничего, живут. Отшельниками Корнауховы не живут. В доме спецсвязь, слабенький интернет. Местами и сотовые ловят. А на работу Денис в город ездит. Зарплату у нас шелка упали в нашу организацию почти в половину. Это стало тяжело. Как там небольшой спор был, говорит, ты знал, куда устраивался. Говорю, давай-то, я говорю, я устраивался, зарплата была 30 тысяч. Говорю, и за бензин стоил 12 рублей. Сейчас зарплата 18, бензин, ну, сами знаете, сколько. Ну, а так, ничего, что на жизнь пенять? Времена не выбирают, не живут и умирают. Живем? Потомственный казак Денис Корнаухов сейчас работает кочегаром. Говорит, график удобный, хотя зарплата маленькая. По казачьему обычаю, жена занимается домашним хозяйством. Куда потратить, решаем вместе. Что завести, тоже вместе. Что посадить, что как вскопать, тоже навести. Я даже с мужем трактором машину ковыряю. Да. Чеснок скоро развиваться, лучше. А кто мне еще там железяку поддоржит? Ну, как можно сказать, какой палец важнее? Ну, вот и ответ на вопрос о доме хозяина. Первое упоминание, вот раскопал свердословно, нашел в 1642 году. Что казак Петруша Корнаухов находился на службе у тульского воевода, казак с дикого поля. Вокруг теперь все в диких полях. Денис говорит, и в хорошие-то времена в Зеленцах было 15 дворов. Зато все кругом было распахано и засеяно. Своих мальцов Корнауховы учат трактором управлять. Безхозяйством многодетному семейству тяжело. Что-то так жить, знаете, наверное, надо просто любить это все. Мы когда сюда приехали, держали просто дачу, а в стайку не мог заходить. Такое ощущение, что я захожу в могильник. Стайка есть, скота нету. Сейчас целое стадо коз, кролики и собаки. Потихоньку супруги строятся, когда по казачьему обычаю Денис не пускается в долгие рассуждения о жизни. Из последних событий его больше всего беспокоят отношения с Америкой и обнищание россиян. Про пенсионную реформу, свободу в интернете и пятилетку нашего Крыма разговор даже не заходит. В России стало меньше денег. Это всем заметно, это всем понятно. Но почему это стало только, допустим, на средний и бедный класс отразилось? Кто был богатый, стали еще богаче. Но что я задумался, потому что какие-то враги народа, как в стране хуже, так они им становятся лучше. А ваш муж способен пойти на митинг протеста? Смотрю, да, способен. И в Зеленцах устроить? И в Зеленцах. Инга рассказывает, после боя дорогу к ним стали чистить, теперь воюют, чтобы к единственному уличному фонарю подключили свет. Зимой детям из Причулымской школы возвращаться страшно и опасно. Вас двоих возит целый автобус, да? Да. Ну вы же хорошо тогда учитесь? Ну, хотелось бы, конечно, лучше. Да, другой не уверен, а кто из вас хорошо учится? Ну, четверки, пятерки. И оценки тройки, четверки, пятерки. Так, ну двоек нету? Есть. Напоследок все же о пенсии. Корноуховы старшие говорят, на старости будет радость, если дети останутся в Зеленцах. Новым поколением коренных жителей. По соседству еще молодой парень дом отстроил. Пока под дачу. Глядишь, и расцветут зеленцы. И указатель на въезде в деревню появится. А счастливы? Конечно. Вы посмотрите, это что, не счастье? Ну, что еще человеку надо? У меня есть знакомый, ну, известная личность, богатый человек. Как-то на гулянке говорит, я богатый, я говорю, я знаю. Я, говорит, и все отдам до последней копейки, я богаче тебя буду. Я говорю, почему? А у меня 8 детей. Вот это счастье, вот это богатство. Все остальное. Ремесло и дети, больше ничего человеку не надо. Заниматься любимым делом, жить с любимой женщиной. И спинах, рисов вот таких вот воспитывать. Почему-то, которые опять без шапок. Вот это и есть счастье. Приемный день. Здесь в городской дружине ведет прием депутат Владимир Хударенко. Командира народной дружины застаем на рабочем месте. Но, судя по графику на сайте горсовета, сейчас он работает как депутат. Хударенко говорит, работа у него такая, что одно другому не мешает. Дружина, как бы так, она функционирует, функционирует, поддерживаем ее. Как бы, это все, руководство только. Раньше, понятно, у меня тут было 8 человек, 2 зама и кадровик, а сейчас со старостой я один, собственно говоря. За все, да? Да, сейчас она как дружине чистость оплачивает, как командира. Ну, это в соответствии с федеральным законом, срочетвертым. И все. Судя по декларации, годовой доход Владимира Хударенко около 550 тысяч рублей. Впрочем, мы не утверждаем, что складывается он только из зарплаты дружинника, которую Хударенко получает из бюджета. Как депутат, он работает на общественных началах. В одном из интервью он говорил, работать заставляет не денежное вознаграждение, а гражданская ответственность. Это когда первый раз я избрался в 2005 году. Еще помню, на оплатной основе сидел на постоянный год до принятия, до вступления в силу этого 31 закона до места управления. Вот там я тогда настолько близко принимал. Придут там такие были, вот, потому что два часа, вот. Ну, а аппарат-то уже знали, что это ходит уже такие регулярно. И они как вампиры. До того, вот, она кричит, мне вроде как, ну, я нормально к этому относился. Но когда она ушла через 2,5, где-то, 2,40, у меня эта женщина была, у меня такое ощущение, что меня как через соковыжималку пропустили. Вокруг Владимира Хударенко входит Сипгородок, часть третьего привокзального и Мало-Ивановка. Депутат говорит, чаще люди обращаются с общегородскими проблемами. Не чищенные от снега или грязи дороги, отсутствие воды, уличного освещения, плохие тротуары и ямы на проезжей части. Реже приходят с личными бедами. Хударенко рассказывает, быстрее всего решаются вопросы с управляющими компаниями. Уверяет, хватает иногда и часа. Зато с водоснабжением в Мало-Ивановке на улице Второй Береговой бьется уже три года. Положено было сделать так, чтобы часы приема. А принимаю я пять дней в неделю, собственно говоря, с утра, вот с девяти до четырех, до пяти, когда кто приходит, я никому не отказываю. Депутат Владимир Хударенко принимает по адресу 3-й микрорайон, дом 22. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас же прием граждан должен быть с трех до пяти, по идее. А вы до скольки вообще работаете? Я до трех. До трех, то есть получается в нерабочее время у вас уже? С депутатом и заведующим травмпунктом Владленом Власенко встречаемся на пороге административного корпуса. Прием врачебный и депутатский он ведет в одном кабинете. Но, как уверяет, общественной деятельностью занимается исключительно в свободное от работы время. Кроме жителей, пациенты сюда уже не ходят? Нет, нет. Толкучки нет? Нет, у меня же там написано, со скольки до скольки, все, рабочий день, все, заканчивается. В округ Владлена Власенко депутата входит часть третьего микрорайона, юго-востока и дома на профсоюзной. В основном приходит по ЖКХ, вот это самое главное. То есть, либо территория, либо это отопление, когда температурный режим либо протекает где-то, либо не чистит территорию. Ну, это в основном. Два-три человека. Бывает, да? Пенсионеры, наверное, в основном? Нет, не обязательно. Есть у людей проблемы, у мам, естественно, проблемы с садиками, со школами, допустим, да, все такое. Есть проблемы, связанные со спортом. Мы несколько раз смотрели обращения, когда просили установить тренировочные всякие моменты, которые не сертифицированы. Да, мы получали ответ от администрации, от ЖКХ, возможно ли этот ответ. То есть, всякие, да, бывают. Не только обязательно, что пожилое население. Депутат по 8 округу Владлен Власенко принимает каждую среду с 3 до 5 вечера в здании травмпункта. Каждый четверг с 4 до 6 вечера прием ведет депутат Денис Лебедев. Судя по официальной информации, избирателей он принимает без предварительной записи и в приемной административного корпуса МРБ. К положенному времени съемочная группа телеканала ОСА идет к депутату в приемную главного врача. Главный врач Денис Лебедев в это время действительно выступал с докладом о причинах смертности Ачинцев. На приеме у депутата Лебедева никого из избирателей в это время не было. По нашей информации, расширенный совет, на котором работал главный врач Денис Лебедев, длился не больше часа. После пытаемся связаться с депутатом Лебедевым по телефону, который указан для избирателей. Делаем несколько звонков до окончания времени приема. Все без ответа. Замечу, это была разовая проверка и мы не утверждаем, что депутат Денис Лебедев не проводит прием избирателей в назначенное время. Вряд ли проверку от народного мэра Анны Ахметовой надо считать началом охоты на ведьм. Мы не ставим себе задачу поймать депутатов-прогольщиков. В конце концов, народных избранников как бы выбирает народ. И люди сами могут убедиться в эффективности работы своего представителя в Горсовете. Ну а телеканал ОСА показывает все как есть, чтобы было лучше. Главным событием недели стало закрытие всемирных студенческих игр в Красноярске. Универсиада 2019 стала рекордной по числу наград для российской сборной. Но новости ОСА рассказывали не только о спортивных достижениях, культурных событиях, знакомились с интересными людьми, делились личными впечатлениями. Сегодня собрали в один фильм все самые яркие моменты нашей зимы. Старт дан! С такого фееричного момента открылись 29-е зимние студенческие игры у нас в Красноярске. С первых минут мир увидел масштаб нашей зимы. Тепло наших сердец и нескончаемые эмоции, которые ощущали все те, кто прибыл, прилетел, приехал на землю Сибири и оставил здесь частичку своей культуры. Это поистине наша зима. Вернемся назад. Эта универсиада 2019 стала рекордной во всем. Такого количества стран-участниц на этой универсиаде еще не было. Более трех тысяч спортсменов из почти 60 государств. Спортсмены, профессионалы, любители, студенты и огромная армия поддержки со всего мира. Молодые, подающие надежды, представители разных континентов приехали побороться за медали. 76 комплектов наград разыграли эти атлеты. И неважно, каков был итог, главное, они показали весь свой профессионализм в том или ином спорте. На этой универсиаде их было представлено 11. Какие же матчи увидели любители хоккея? Не скрою, Россия не оставила шансов на победу остальным странам в этом виде спорта. Фристайл зажег новых звезд. Что они вытворяли в полете – это нечто. Сноубордисты прорезали слои снега эффектным катанием и выписывали иероглифы своей победы. Самая спокойная атмосфера царила на игре в керлинг. Увлекательные состязания и сосредоточенность делают этот вид спорта очень популярным. Только на этой универсиаде мы увидели первую девушку, катающуюся в хиджабе. И нежность, и плавность на льду. За эти 10 дней мы видели и победы, и поражения, новые рекорды, борьбу и невероятное чувство гордости, что всемирные студенческие игры проходили именно у нас. Сколько эмоций впитал наш Красноярск и сколько сердец он объединил в единое. Мы сумели вместе сделать эти игры самыми вкусными и самыми горячими, о которых еще долго будут говорить. Более 220 тысяч билетов купили болельщики на сумму 81 миллион рублей. Это составило 0,1% от всех расходов на эти зимние студенческие игры. В общей сложности Россия потратила 80 миллиардов рублей на подготовку Красноярска к универсиаде. Мы с первых дней заняли первую строчку в медальной таблице. 112 медалей, 41 золото, 39 серебра и 32 бронзы. Это были лучшие дни нашей Сибири. Мы взяли эту планку и доказали, что такой уровень проведения всемирных студенческих игр нам по плечу. Мы запомним это событие навсегда. Ведь каждый, кто там был и стал частью нашей зимы. Ну и как же без творчества? Телеканал ОСА придумал свою музыку из звуков универсиады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Это было все на сегодня. Увидимся в следующую субботу. До встречи! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Продолжение следует...